всем большой привет ребят меня зовут лена сегодня снова с вами я продолжаю свою серию влогов о ремонте я знаю что этот выпуск вы очень сильно ждали наконец-то у нас появились шкафы так что я предлагаю сегодня без лишних предисловий пойдемте я вам их покажу итак начнем со шкафа который собственно в комнате напротив кухни вот так вот он выглядит в целом я сейчас постараюсь уйти из кадра чтобы вам было лучше видно он белый точно такой же как кухня точнее корпус кухни матовый не глянцевый визуально он не поделен по вертикали на три секции скажем так на три части здесь у меня части с полками закрытая далее такая зеркальная часть это своего рода плотяной шкаф и третья часть это холодильник и антресоль над ним и также по высоте у нас наверху антресоль она размером 40 сантиметров вот так и должно быть видно шкаф практически до потолка там конечно небольшой зазор остается потому что это не встроенный шкаф а отдельно стоящий и распашной а не шкаф купе шкаф купе конечно скрывает все вот эти вот они ровности но здесь конечно без щели не обошлось потому что это распашной шкаф и это нужно знать это нужно иметь ввиду но я это знала поэтому я спокойно сейчас к этому отношусь принципе они меня не напрягают потому что эти щели достаточно ровные просто как небольшие зазоры выглядят шкафчик у меня весь без ручек на пуш механизмах но эти механизмы вроде бы получше по качеству чем те которые на кухне сейчас наверно лучше будет включить свет я вам покажу наполнение этого шкафа но визуально вот так вот он выглядит потому что должно быть видно моя камера так свет да будет свет начнем по порядку с этой секции если меня антресоль открывается собственно лево и всякое барахло антресоль 40 сантиметров по высоте и там съемная полочка если на там появляется пространство для хранения то же самое здесь но здесь две створки распашные открываем здесь тоже самую туда секции у меня примерно 80 сантиметров получилось по ширине так и третья часть которая над холодильником она все обусобленная но очень хорошо приделана к стенке она никогда не девается она такая вот небольшая примерно сантиметров 70 на получилось по своей ширине шкаф мне достаточно глубокий из-за того что собственно в этой всей конструкции стоит холодильник который глубиной 68 и поэтому собственно сам шкаф тоже 67 сантиметров примерно по глубине это конечно много и на антресоли вот там в глубине совсем глубине конечно сложно добраться там общие стоят вещи которые там будут всегда стоять что-то такое очень редко используемая но туда на стремянке залезали совсем-то в дальний-дальний угол а так в принципе вот на эти антресоли я на табуретке залезаю достаю никаких проблем не возникает далее вот эта секция это у нас собственно полки здесь тоже все нажимное вот так вот выглядит здесь несколько полок тут у меня тоже маленькие полочки а по нему здесь еще до конца не разобралась вот такие вот разделители вот в этих маленьких полках для хранения для удобства белье нижние носки и собственно тоже будут такие же штуки для того чтобы здесь было удобно это все хранить потому что это стал вытащил у тебя как будто бы ящик чтобы не лазить не рыться для этого я сделала такие две узкие полки специально под размер вот этих вот боксов из икеи ну шкафчики это собственно комодная часть как я называю выдвижные ящики они тоже без ручек с такими вот лунками недостаточно большие по размеру но проветривается тому пальцы влезает целая рука мне нравится то что у ящики сейчас я покажу свой ящик с косметикой мне нравится что ящики полного выдвижения так вот абсолютно все видно выдвигаются до самого конца это конечно очень здорово по сравнению с обычными ящиками которые выдвигаются оставляя там сантиметров 10-15 это конечно не так удобно в этом плане ящики полного выдвижения они конечно очень крутые если вы будете им пользоваться вы обязательно сразу же оцените разницу это мне косметик это тоже всякие разные вещи все выдвигается и все петли с доводчиками то есть можно хлопать очень хорошие механизмы идемте дальше здесь у меня зеркальная часть это плетяной шкаф как раз напротив кухни можно стоять на кухне и видно все себя здесь ручки такие вот они в торец идут как такие лепестки своеобразные матовые ну вот так вот выглядит этот шкафчик внутри он небольшой 80 примерно сантиметров шириной это две трубы принципе на две секции его поделила чтобы развесить то вещи по низу естественно идет небольшой цоколь так вот должно наверно видно в целом для шкаф выглядит вот так конечно большую часть вещей мы то уже сложили но еще осталось вот так сейчас попробую показать другого ракурса вот так вот он выглядит что мне нравится что он матовый он не оставляет отпечатков пальцев и он такой же кстати это ламинированный дсп забыла сказать это не массив ничего такого не шпон он такой же как корпуса кухни то есть они вообще полностью идентичны специально подбирала чтобы они были одинаковые как такая семья так что в целом сейчас вот это вот зона выглядит вот таким вот образом зона шкафа кухни комнаты в общем всего что здесь есть так ну и пойдемте теперь покажу вам шкаф который в прихожей в коридоре который большой зеркальный вот так вот он выглядит так вот так вот он выглядит должно быть видно сейчас еще включу свет будет совсем все хорошо видно свет значит что у меня здесь рельсы наверху на потолке профиля хром матовый специально такой выбрала тоже чтобы не пачкался хотела белый но потом посмотрела белый они красит как-то не очень класс как-то очень дешево что ли смотрится хром матовый это все-таки лучше это универсально подходит под мою любимую ручку на двери в ванну в общем здесь три двери на 900 не это я считаю оптимальный размер я сомневаюсь что наверное это может быть слишком много но оказалось это то что нужно самое то возможности были двери на метр если здесь подошел общий размер было бы даже еще лучше в общем 900 это тоже очень хорошо значит эти профиля у меня сверху планка как на всех шкафах и снизу естественно рельса по которой все это ездит зеркало серебро покажу вам сейчас смотрите как это все выглядит в общем первая секция я очень надеюсь что видно первая секция у меня такая хозяйственная здесь 45 сантиметров кстати этот шкаф вроде бы как встроенный на него есть вот эта боковина на не до конца потому что стенка кривовато и еще с той стороны потом покажу тоже такая же бочина у шкафа присутствует значит это у меня хозяйственная секция здесь сушилка гладильная доска она у меня 45 сантиметров я просто под свое ведро которое не ведро контейнер ориентировалась она мне очень широкая 30 сантиметров и собственно чтобы здесь можно было еще разместить бладильную доску сушилку швабу я сделала 45 чтобы наверняка и по высоте она у меня метр пятьдесят далее здесь у меня две полочки с постельным бельем честно говоря я здесь хотела одну полку упустить под тоже всякие хозяйственные штуки типа утюга но постельное белье здесь все заполнено так что пока что она будет здесь по верхушке вот так вот покажу там антресоль она тоже на 40 сантиметров обычно антресоль делают на 45 но я знаю по опыту что 45 это многовато поэтому я сделала на 40 у меня по всей длине шкафа 40 и поделена она на три части от края здесь 70 сантиметров для коробок для обуви для всяких инструментов это вот это все сейчас возлежит далее большая секция у меня метр двадцать сейчас я покажу там чемодан какие-то крупные вещи наверху и с той стороны с правой тоже секция по верху на 70 сантиметров так ну двигаемся по порядку здесь у меня секция с верхней одежды которая длинная я не помню сколько она здесь по размеру здесь специально оставила такое большое будут какие-то длинные вещи типа пальто в пол там или шуба какая-то длинная поэтому сейчас здесь просто на этой полочке лежат какие-то временные вещи которые я думаю что здесь не будут лежать здесь у меня по низу полка для обуви а какая-то здесь грязь появилась ну собственно наверное обуви здесь уже не будет потому что мы все уже разложили пока что не знаю это место под вопросом возможно здесь будут какие-то книги то что не войдет то что мы еще не разобрали здесь у меня место для маленького пылесоса хочу пересос дайсон туда его поставлю специально под него все вымеряло здесь будет для него отсек так сейчас сразу вам скажу про двери потому что я знаю что возникнет очень много вопросов вы наверное заметили что двери стоят немножко необычным образом потому что внутренняя дверь обычно стоит на переднем плане то есть на передние рельсы если три двери в шкафу здесь у меня она утоплена а вот эти две дверцы собственно на переднем плане в передней плоскости это я попросила сделать специально потому что когда устанавливаю сейчас я вам покажу как должно было быть изначально то есть грубо говоря вот так вот должно было быть то есть эта дверь здесь вторая дверь здесь и та дверь снова утоплена в той плоскости по полу то выглядит вот так но когда мы сидим в комнате обратите внимание как это выглядит по потолку и когда мы сидим в комнате или хотя бы вот здесь вот в кухне находимся отсюда видно да что такая дырка и что за дверь утоплено в общем мне это не понравилось мне это бросается очень сильно в глаза поэтому я попросила его сделать наоборот чтобы в общем как это выглядит все сейчас чтобы вот эта дверь была в передней плоскости чтобы по потолку все было ровненько то есть это все должно быть единым целым конечно это не совсем может быть удобно потому что вот эта дверь стоит вот здесь ну то есть в плане ручки ну я уже как-то привыкла мне кажется вполне нормально и к тому же ее можно просто сдвигать туда и здесь использовать эти две двери вот так вот друг к другу стыковать и тоже ничего так ну и сейчас пойдемте обратно внутрь шкафа вторую секцию рассмотрим покажу вам вот я вам говорила антресоль на метр двадцать вот она такая здоровая там чемодан еще один чемодан врез какие-то коробки с обувью тоже бесконечное количество затем здесь секция для коротких вещей без труба собственно для курток полочка тоже какой-то полочка ну вот это место я оставляла тоже под коробки для обуви но они все уже где-то разложились так что я пока не знаю точно что здесь будет возможно тоже какие-то коробки поэтому здесь такая она узкая здесь у нас тоже разные штуки поскольку у меня теперь нет письменного стола здесь стоят всякие там документы кстати лак для камня стоит тоже здесь я его купила но еще стенку не покрасила это все здесь конечно временно здесь тоже бумага для документов эти временные штуки тоже здесь стоят сумки спортивные по низу у меня идут обувь но здесь она пока стоит просто на ламинате но я хочу купить такие в строительном магазине продаются резиновые коврики для того чтобы обувь туда составлять коврики положить прямо в шкаф и последняя секция вот эта вот щитка она на 70 сантиметров она немножечко тоже недоделана вот эта боковина вот у нас здесь есть потому что вот эта стенка вообще волнистая оказалась я думаю что вам видно сейчас какая она кривая наверху у нас там хаотично уже лежат коробки с обувью здесь полочка для шапок для обширков для всякой такой ерунды но он сделал ее большой нужно ее сделать меньше и поднять повыше она съемная на таких вот шпинечках так что я думаю туда не ставит сами эти шпинки туда переставим сделаем эту полочку поуже по размеру для шапок здесь вполне хватит ну а собственно вот здесь вот я планировала что здесь будут крючки соответственно они будут выше уровня где-то здесь сейчас эта полка примерно вот здесь несколько штук может быть штук шесть здесь у нас покрашена это все не пачкающаяся краска проблем не возникнет здесь будут просто какие-то вещи которые мы пришли повесили на крючки возможно возможно нет потому что сейчас как показала практика в принципе все куртки все что нужно верхней одежды мы сюда развесили на плечики и никакого дискомфорта пока что не испытываем поэтому эта секция пока будет вопросом может быть здесь просто сделаю еще дополнительные полки не знаю только для чего здесь место пока что тоже для сумок для зонтов счетчик этот вырез был сделан естественно у них на производстве и здесь у меня два шкафчика выдвижных ну они такие чисто не знаю ключи положить там зайти губку для обуви зайти вот так затем здесь у меня три отделения тоже для обуви что удобно в таком глубоком шкафу кстати это то что можно вглуб поставить какую-то обувь которая редко пользуется а спереди то что сейчас носится так что нормально здесь у меня средства для обуви тут тоже какая-то обувь в общем здесь у меня хром а это все наполнение это белый лдсп точно такой же как на том шкафчике как на кухне так ну вот вроде бы и все по шкафам я вам рассказала конечно визуально сейчас все выглядит гораздо лучше в плане порядка потому что мы избавились от коробок и здесь появилось зеркало даже когда выходишь из ванной кажется что ты в такой большой прихожей в холле потому что у меня шкаф собственно до потолка и получилось что вот эти вот огромные три двери они полностью стоят на полу без стоколя и упираются в эту планку в свою в рельсу и в потолок то есть высотой эта дверь практически 2,60 очень большая и она создает здесь такое хорошее пространство очень много воздуха так что я довольна ну что ж на этом сегодняшний влог о шкафах подошел к концу надеюсь что он вам понравился был для вас полезным и информативным если так то ставьте большой пальчик подписывайтесь на мой канал все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях чем смогу и обязательно помогу и всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok до новых встреч